Священный огонь наметили то, чтобы осенью этого года прошел такая встреча. Это лидеры или руководители молодежи, их помощники и активная часть молодежи, которая соберется. И сегодня утром с утра мы заседали вот этим молодежным комитетом. Это руководители молодежи объединений и крупных церквей, и тот, кто был здесь, заседали, и мы размышляли о том, как это будет эта встреча, что мы на ней хотим. И знаете, приняли решение, чтобы предложить нашим братьям, чтобы они нам позволили провести эту тему. И тема эта эстафета веры. Чтобы вот этот страх, который есть, передать другим. Мы хочем, чтобы передали нам эту эстафету. Но и дальше мы, как руководители молодежи, сегодня уже стали, да, мы всегда ждем, когда старшее поколение нам даст. Так уже мы выросли, и нам надо дать. Следующему поколению. Место писания 2 Тимофею 2.2. Что слышал от меня? При многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Другими словами, чтобы мы уже могли им рассказать. Дорогие братики, сестрички, молодые, вот наша вера, которую мы прошли. Мы уже готовы передать ее вам. Потому что, смотрите, вот здесь мы поступали вот так. А вот здесь, когда со страхом сам Господь с нами говорил, и сам Господь вводил нас. И мы получали огромное благословение. Поэтому вот эту тему мы избрали, и братья благословляют нас на это. И там, на той встрече, будут различные темы, диалоги, будут семинары, беседы, свидетельства, общение, обмен опытом, различные ресурсы, которые мы хотим предоставить молодым людям. Церковь в Центральной Америке, это есть Денвер, Колорадо. Это будет 21-23 октября. Итак, я хочу сегодня объявить. Будет встреча лидеров молодежи Северной Америки, на которую мы рекомендуем, и как Совет Альянса говорили о том, чтобы туда приехали все руководители молодежи, их помощники, активная часть. И по возможности со всеми служителями со своими, чтобы служителя могли видеть, чтобы они могли передать. Дальше мы будем оповещать, как будет. Субтитры создавал DimaTorzok